тема груди я сейчас буду говорить много и затяну не надо давай быстрее что хочу сказать всегда думал что мужчина большие ценители женской груди но почему-то оказалось нет давайте разберем вообще как у нас женская грудь устроена именно сама сиси как она строится как это все выглядит если ты еще раз назовешь это сисись я начну плакать ладно хорошо грудь я просто извините приводит большое смущение в принципе эта тема как мы с вами говорили реберная клетка человека начнем с того что она уже по факту не плоская мы с вами договорились что это некое яйцо шарик яйцо неважно там художники по разу не могут изображать пункт 2 который мы с вами договорим что реберная клетка у нас располагается не по вертикали у нас с вами позвоночник имеет некоторый сгиб это называется естественный нормальный лордоз позвоночника если совсем все плохо он еще больше там прогиб спины меняется дально мы получили что у нас грудная клетка во-первых выпуклая правильно саж во вторых расположены под небольшим углом то есть что из себя представляет грудь давайте представим что у нас есть некоторое некоторые лоскут силиконовый мы трах-то наколдовали на нем некоторые вот балды кружочек потом мы еще поколдовали у нас этот кружочек с вами выпитился вышел вперед получилась вот такая вот какая-то штука на эту мы с вами колдуем сище в перспективе рисуешь типа типа вот у нас вперед вышла когда вышел какой-то какой-то объем собственно говоря это по идее и есть наша грудь но ребят мы к этой груди сейчас применим физику что там нас mc квадрат а е траля-ля и у нас с вами вот это все опустится потому что нас с вами вот эта штука на силиконовой да мы ее чем-то наполнили вот она немножечко у нас опустилась сама по себе вот у нас раз вот нас два объем нам будет падать вниз вот так у нас происходит с нормальной женской грудью то есть это некоторое количество кожи до которого так вытянули вперед чем-то его наполнили но так как кожа на достаточно материал мягкий она не будет торчать это не гелий не воздушный шарик она вверх не болтается у нас начинает она провисать очень классный способ как рисовать женскую грудь это если кого-то есть натяжные потолки и вас залили соседи вот это вот свисающие сверху жопа и лисиси это абсолютно потрясающе а к чему я все это веду пункт 1 грудная клетка у женщин округлая а поэтому грудь женщины соски и мужчины кстати тоже никогда не смотрят параллельно друг другу это большой косяк когда я училась на классе по скульптуре к нам приходили даже ребята из пластической хирургии так солидным достаточно опытом они сидели слушали как попил наш преподаватель он ужасно злился заставлял нас бесконечно щупать модели гипсовые живые натурщицы так далее с воплями то что у нормальной женщины если провести две прямые линии через соски на подвоночнике они сойдутся под углом 45 градусов то есть вот это вот у вас не должно случиться вперед дальше что обычно делают ретушеры когда рисует грудь они делают подтяжку груди женщина получается плоская грудная клетка на которую прилепили два мячика грудь это не мячик то есть это не некоторые вот объемное формирование которое нас под действием силы тяжести и прочих законов физики постепенно сползает вниз ну вот она собственно да то есть ведь она располагается вот не смотрит не вверх не вниз это вернее не она не смотрит а мне вверх не в сторону вот она с вами потихонечку плавно стекает это капля так мяг красноречие зашкаливает мужчин точно то же самое просто у них нету жировой ткани как увеличить сиськи этот вопрос будет сейчас мне кажется всех давайте начнем с этой груди у данной модели разбираться во-первых грудь не своя к сожалению и у нее здесь есть небольшой косяк видите насколько сильно она выделяет зависимость того как хирург делал операцию где он разместил имплант под мышцу или под железистую ткань и так далее грудь будет смотреться более натурально или менее натурально но под мы здесь она расположена под железистой тканью поэтому она очень сильно у него выделяется можно немножечко уменьшить вот этот выделение то есть спрятать ее все-таки под мышцу вот эти вот контуры типа смягчить смягчить саш короче говоря нарасти ей кожу вот сюда вот вот сюда то чуть-чуть по диагонали вот у нас с вами наша грудь да грудная мышца она уходит под дельту да я понял то есть тушевка в этом месте должна быть шире и плавнее да правильно как будто человек просто грудную мышцу взял приподнял засунул под нее некоторый имплант уже за счет этого поднялась грудь сама что вот это вот это всегда такой яркий признак того что сися не настоящая настоящая так не будет даша грудь а не сися я не очень стесняюсь мне тяжело на тему разговаривать я тоже обладатель с женской груди мне пардон саш периодически просто становится очень обидно за на женский рот которые наделяют какими-то непонятными шарами которые растут из-под мышки перемещаются непонятно очень приклада еще почему-то ретушеров дело в том что у нас на картинке мы с вами проходили что у нас грудная мышца да она уходит под дельту и когда мы с вами двигаем рукой грудь у нас также ходит вверх-вниз сдвигается в стороны ретушеров почему-то очень раздражает они грудь прилепляют обратно получается некое статичное образование которое растет у меня поверх грудной клетки которая у меня плоская на которой не действует сила тяготения земного притяжения вообще никакая физика волшебная грудь да зашибись нет на самом деле все бы на нее не действовал физика был очень хорошо но к сожалению это не так очень забавно скажем так чтобы увеличить до соответственно мы должны добавить расширить вот этот вот горизонта диагональный да у нас по диагонали идет блик еще раз чтобы что по диагонали на у нас идет с вами ролик так как грудь у нас идет немножечко да под углом если мы смотрим прямо на человека то диагональный блик мы делаем шире в горизонтальной диагонали их о боже мой если понимаешь да отлично в горизонтальной диагонали мы его делаем шире таким образом грудь у нас увеличится самое широкое место это там где у нас собственно говоря располагается молочная железа сама и жировые отложения когда себе я когда себе я ставлю сиськи я сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-групплинград простите вырвалась то саша сейчас на самом деле разряжает обстановку заставляем не краснеть хорошо три обре не типа везло ну чисто сравнить до и после покажи что грудь втажен и снова нормально кстати еще шевчик от операции за три пожалуйста подливчиком ой ой то есть вот он где располагался если ну так же маленький такой ноу-хау если у женщины грудь хорошо вставлен как правило то вставляют в районе подмышки через разрез уходит под грудную мышцу господи боже мой это более анатомично это более симпатично вылез в реальне вам родов не хватает что мы не рассуждаем про тестику до на том их не рассматривать нет 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 я имею ввиду ну вот вы родили ну как бы уже все хватит что-то куда-то резать что-то ужас все же старым мышки и из подмышки лезут в грудь но мы же с вами обсуждали смотри саш вот у нас дельта да которая крепится ключицы к 3 грудная мышца уходит под нее правильно под нее то есть она снизу вот у нас сверху идет дельта все и вот здесь как запихать имплантант таким образом чтобы он у нас ушел под грудную мышцу исключительно из подмышки пипец тогда это будет смотреться более анатомично и симпатично да если женщина лежит опять же легла да вот она наша самая грудная клетка опять же работает закон тяготения и да грудь она сделана из чего такого желеобразного я не знаю как еще объяснить молодым людям которые рисуют грудь они наверное путают ее я не знаю с чем я даже не не сложно это все придумать но это достаточно мягкая нежная субстанция она не может вот так вот торчать да вот когда вы желатина в желе перебухали получилось и можно кидаться в стену она будет отпрыгивать грудь у нас ползает с вами по грудной клетки вот направление да одну и в другую сторону ретушёры ради красивой картинки периодически делают женщину вот примерно что-то вот такое вот еще и параллельно смотрящая грудь у нас ну опять же я не знаю наверное проще саж представить каплю вот эта капля да она нас стекает либо вниз по грудной клетки либо в бок по грудной клетки у мужчин особенно полных все точно то же самое да у них нету железистой молочной ткани да которая производит молочные долги которые молоко там и так далее но у них и жировая ткань у них есть грудная мышца них все ровно точно то же самое очень толстый дядя ляжет у него грудь растечется в сторону подмышек я хочу это расслышать толстый дядя которого грудь стекает в сторону под мышек ну слушай тебе смешно а многие ретушёры возможно в жизни от меня в этом месте с запросом когда толстый-толстый дядя скажет а сделай из меня качка саша это легко это нелегко при таких операциях периодически имею ввиду не пластических визуальных операциях у мужчин происходит очень интересная пересадка грудной мышцы знаешь мне кажется немножко перестарался чуть-чуть где сверху более короткий блик ты очень наверх залез то есть да и да вот эту каплю она стекает все-таки здесь у нее нету железистой ткани она вся вот здесь собралась у нас я каждый раз я дойду на вот это вот занятие когда объясняю ребятам торс и тогда мне очень хочется что-то такое придумать на чем это можно показать я думаю что это шарик наполненный водой воздушный так а вот так так гораздо лучше посмотрите разницу саш покройте туда обратно да она естественнее выглядит и соответственно мы набираем объем вот он вот этот центральный шарик до изначально у него вот здесь вот нарисовали некита некоторую некоторый круг до вытянули кожу туда чего-то наполнили вот он пошел у нас стекать то есть вот мы набираем объем и вот этот вот шар увеличиваем но за ним тянется и вот эта кожа да потому что у нас здесь грудная мышца и вот эта кожа тоже за ним вместе тянется так хорошо у нас есть еще менее интересная мужская грудь здесь просто слушай здесь все точно то же самое давайте мужские соски это страшные мужские соски а что их разбирать то они почему-то вас убегают опять же никто никуда не убегает убегают убегают все вот они там и нигде их не трогать если делается коррекция при помощи ликвифа и так далее саша они очень мощно убегают в стороны точно так же как у девочек они никогда не смотрят параллельно друг другу я не знаю почему-то вот при ретуши качков на соревнованиях мистер олимпия вот такой вот момент возник причем в реальной жизни этого качка видела у нее все нормально а вот во время ретуши у него правый сосок переехал поближе к соседу то есть там видимо перед ушел ликвифаем или чем можно продлить блик если ты не хочешь делать должен так ну типа вот опять перестарался и переобъем не критично с мужской грудью более-менее все понятно ничего сложного быть в принципе не может особо там будут проблемы с ней когда мы будем рисовать пресс ну да потому что не очень понятно где давно заканчиваться грудью начинаться пресс она периодически мужская грудь кстати трансгрессирует в пространстве вверх и вниз тут тоже бывает если мы возьмем реберную клетку реберную клетку да вот у нас от ключиц до центральной части да вот у нас где заканчиваются ребра вот она где начинается на живот мышцы и так далее если разделить ее пополам и получим линию где должны располагаться в принципе соски и грудь вверх-вниз вот этот вот момент чтобы она у нас не бегала туда-сюда